По делам о защите прав потребителей в прошлом году в нашей стране удовлетворено 85% требований. По этой категории дел в судебной практике теперь реализуется принцип полного возмещения убытков, причиненных потребителю, отмечают в Верховном суде. Как права потребителей нарушают в нашей области? Можно ли себя защитить еще до выбора товара или услуги? И на что сейчас жалуются покупатели? Мы узнаем здесь и сейчас у юриста Владимирского объединения потребителей практика Ивана Клюева. Иван, добрый вечер. Добрый вечер, Илья. Я напомню, что мы в прямом эфире, нам можно позвонить о номер уже на вашем экране. Не стесняйтесь, вопрос у вас точно есть. После упразднения, хотя когда это было, управления по защите прав потребителей в Владимирской мэрии, эту работу подхватили общественники, подхватили довольно бодро. Но сегодня наиболее заметна последние несколько лет работа объединения практика. которая получает, не первый год, насколько я помню, поддержку фонда президентских грантов. Как долго проект существует и кому уже успел за это время помочь? Да, добрый вечер. Проект существует уже пятый год. Пятый проект, который реализуем с февраля месяца этого года. Некоммерческая организация пишет социально значимый проект при поддержке фонда президентских грантов. Наш проект реализуется во Владимирской области. Основное направление – это защита прав потребителей, просветительская деятельность в дошкольных учреждениях, детских лагерях, школы, техникум, колледжи. Но в основном это защита прав потребителей, консультирование и также судебная защита. В год порядка 500 консультаций мы осуществляем по горячей линии. За все время более 100 судебных дел и медиации было проведено и добились положительного результата. Медиация – это когда до суда дело не доходит? Да. Медиация – это отдельная сфера досудебного урегулирования, посредничества, будем так говорить. Когда мы, как общественная организация, юристы, выступаем в качестве такого посредника между потребителем и продавцом, у которого возник спор. И говорим одному, что надо сделать в вашем случае, второму, какие могут быть последствия. То есть не перетягиваем одеяло на одну сторону, говорим как по закону, как это надо сделать, чтобы было правильно. И какой может быть эффект в дальнейшем, если люди договорятся, либо не договорятся. Без всякого принуждения, то есть просто рассказать о последствиях вот такого рода. А практика известна еще и своей горячей линией. То есть возможность получить консультацию есть вот просто по телефону. И сейчас, как мы говорим в нашем эфире, не нужно ехать куда-то, в чьи-то кабинеты. Этот номер будет периодически появляться у нас на экране. С какими вопросами чаще всего обращаются, давайте возьмем последний год или полгода? Да, в вопросах, ну как к свойственному всему, есть сезонность. Вот если говорить, сейчас зима закончилась, весна наступила, да. Вот зимой, в начале зимы очень частые вопросы это по верхней одежде и обуви. То есть возврат некачественных курточек. Вот пошли прям в начале декабря, в ноябре пошли прям звонки. Покупают курочки, у них расходятся швы, молнии некачественные, там нитки. Вот отдельные вопросы. Вот и некачественные обувь. То есть либо скользкая подошва, либо не застегивается молния, там порвались, промокают. То есть сезонность, да, в таких вопросах. Большую часть вопросов по технике. Вопросы по некачественной технике, возврату техники. То есть дефект, который проявился либо в течение гарантии, либо как только вот купили там в течение первых дней, да, когда есть возможность еще отказаться от товара. Вот. То есть техника, она среди нас, есть у каждого. И это, конечно, такая большая львиная доля всех вопросов. Вот. Но также есть услуги, услуги по ремонту, медицинские услуги частично там затрагиваются. То есть спектр вопросов, он действительно большой. Какой процент переговоров из вашего опыта, исходя, можно решить вот таким образом мирно? То есть без обращения в досудебные органы? Да, поговорив с продавцом, поговорив с его начальником. И, в общем, в итоге объяснить, что не обязательно они неправы. Но если они неправы, то платить-то придется, может, и больше. Да, как показывает практика, в принципе, можно решить каждый второй случай. То есть 50% всех споров, которые возникают на стадии досудебной, да, можно решить мирно. Можно договориться всегда практически со стороной, которая готова слушать, которая готова реально решить этот вопрос. Если сторона готова, да, то договориться – это дело времени. Если сторона не готова, то есть продавец не слышит, не понимает, да, либо потребитель необоснованно заявляет какие-то требования, то сложно договориться, и приходится, конечно, либо говорить о судебных перспективах, которые могут быть нерадужные, да, либо говорить о том, что, ну, в адрес продавца, да, что если сейчас мы говорим о такой сумме, то через судебное обращение оно может увеличиться кратно. Вот. И лучше решить сейчас, здесь и сейчас. Позвольте, включу такого потребителя-экстремиста ненадолго. Какой из вариантов, мирный или судебный, более выгоден, материально выгоден для потребителя? Для потребителя, конечно, выгоден вариант судебный. Потому что у нас есть закон о защите прав потребителя, который, в принципе, защищает потребителя хорошо. Вот. Это, если идем через суд, да, всегда у нас, если действительно требования обоснованы, если есть, ну, будем говорить о товаре, есть какой-то недостаток, вот, то можно взыскать сумму товара, неустойку, которая достигает суммы, стоимости товара, вот, моральный вред и штраф. Штраф – это сумма всех предыдущих моих составляющих, поделенные на два, да, то есть, здесь сумма увеличивается в два-три раза из практики, вот. Другой вопрос, как получить эти деньги, да, то есть, можно получить исполнительный лист, но его надо как-то исполнять. Если другая сторона не хочет отдавать деньги, добровольно никто не отдает деньги, вот, либо у нее проблемы с деньгами на счетах, то есть, их нет, либо там стадия такая предбанкротная, либо там уже нету фирмы, то деньги можно не получить. И, к вашему вопросу, отзыв, да, увеличив вот этот путь временной, да, то есть, мы получим больше в два-три раза, но время, к тому времени пройдет уже достаточно большой отрезок, и можно, в принципе, денег не увидеть. То есть, здесь надо понимать, да, если мы хотим решить вопрос сейчас, то мы получим меньше денег, да, но зато мы закроем вопрос, либо мы можем влучить там в дальнейшем, но есть риск не взыскать эти деньги. А еще нервы, нервы, нервы. А у таких людей, если экстремисты такие потребительские, в принципе, нервы крепкие, люди готовы там до последнего сражаться. Я завидую. И вообще немалое число проблем при возврате товаров изникает из-за каких-то наших привычек, из-за незнания самого покупателя, порой не успеваем следить за изменением законодательства, порой путаем, потому что есть масса категорий товаров, уж тем более услуг. Как необходимо себя вести, если есть какие-то общие правила, выбирая, заказывая, покупая товар или услугу, чтобы потом проблем с этим самым возвратом, спором, уж тем более судом не было. Да, то есть надо придерживаться, конечно, таких определенно простых правил. В принципе, каждый раз о них говорим. То есть если мы заказываем товар онлайн, надо смотреть где. То есть что за площадка, какие у нее отзывы, действительно ли отзывы у нее реальные, заказывали ли у них люди. Если мы заказываем или покупаем в офлайн-магазине, то есть осматриваем обстановку, то есть как долго существует магазин, есть ли положительные отзывы, то есть наши, может, друзья покупали. Если мы все-таки решили выбрать товар, покупаем, то есть надо документ, подтверждающий оплату и приобретение товара. Это чек. С чеком значительно легче обстоят дела, когда он уже есть на руках. Но бывают случаи, когда нет чека. Закон допускает без чека покупать товар. И, в принципе, ссылаться на отсутствие чека можно, приведя свидетелей, что мы действительно купили товар. Но это дополнительные сложности, которые, в принципе, увеличивают всю эту спорную ситуацию. Если есть чек, то, соответственно, мы покупаем товар. Если товар нам нравится, мы решили им пользоваться, то не надо первым делом отрывать все бирки вот эти. Надо посмотреть. Если подходит, то принимаем решение, отрываем. А если бирка, вот как в случае с очками, бирка мешает просто понять, идет тебе это или нет? Или в глаз колет? Ну, смотря как она прикреплена, то есть с очками, ее всегда можно в сторону, всегда можно немного понять, как это будет смотреться на очках. А вообще очки, которые не обычные, солнцезащитные, а которые оптика делает на заказ, они вообще не подлежат возврату. То есть их не получится вернуть просто так. Какие мы ошибки допускаем чаще всего при возврате товара? Ну, кажется, что это уже просто привычка или даже правило, а на самом деле мы так себя подставляем и подставляем на деньги. Ошибок несколько. Во-первых, надо понимать, какой товар мы возвращаем. Если мы возвращаем качественный товар, то он не должен быть в употреблении. То есть товар должен быть в таком виде, как мы его приобрели. Сохранены все этикетки, сохранен товарный вид и все его потребительские свойства. Он не должен быть ни в коем случае грязный. Если это убавь, она не должна быть в употреблении. И есть срок по возврату надлежащего качества товара. Это 14 дней. И надо смотреть, входит ли товар, не входит ли товар в тот перечень, который не подлежит возврату. То есть зачастую бывает товар, содержится в перечне, который не подлежит возврату, и его вернуть. И мы им не пользовались. И мы им не пользовались. Он как новый, да. Все вообще в том виде, как мы его купили. Но он просто в силу закона, его нельзя вернуть. Самые популярные примеры, что это такое? Популярные примеры, ну вот ювелирные украшения, о чем уже говорили много раз. Ювелирные украшения, то есть звонит человек, да, и бирки все на месте, пробы все на месте. Все хорошо, вот, но не подошел по цвету, по размеру. К сожалению, это не основание для возврата. И продавцы правомерно отказывают, да, в возврате ювелирных украшений действительно. Назад дороги нет с таким товаром. То есть если он, соответственно, качественный. Если товар некачественный, то здесь можно вернуть любой товар. Да, то есть, но надо смотреть, когда, какие сроки. Товар бывает технически сложный. Масса, да, товар, который вокруг нас, он является технически сложным. Это телефоны, телевизоры, бытовая техника. Если там обнаружен дефект, по закону, в течение 15 дней, если мы обнаружили в нем дефект, какой-либо недостаток, то у нас есть право вернуть товар, заменить его. Вот, и также с расчетом цены, с перерасчетом цены. Если это уже произошло после течения 15 дней, то только ремонт предлагает продавец. Ремонт, и, соответственно, технически сложный товар просто так, даже с наличием дефекта, какого-либо, да, недостатка, вернуть нельзя. Вот, если это прошел срок 15 дней. Вот, также бывают случаи товара, ну, когда можно вернуть некачественный товар. Некачественный товар подлежит возврату в течение гарантийного срока. То есть, если у нас товар не входит в перечень технически сложных, вот, гарантийный срок не истек, у нас полное право обратиться к продавцу с одним из пяти требований, включающие замену товара, либо возврат денежных средств. Интернет-торговля. Кажется, что популярность ее уже скоро пересекает обычную оффлайновую. И выбор больше, и размеры полок порой равны всему миру. Да, последний год, может быть, и не всему, но спрос рождает предложение, и продавцы выкручиваются. В разных странах законы разные. Какие из них распространяются на интернет-торговлю в России? Как они защищают, если вообще защищают нашего покупателя? Наши покупатели защищают один закон, основной. Закон о защите прав потребителей, который действует в России. И если люди торгуют в России, продавцы, они подчиняются этому закону. И не было такого еще случая у нас в практике, когда человеку отказали, потому что там в законе другой страны написано по-другому. То есть, россиян защищают закон, который действует у нас на всей территории, и все в одинаковом правовом регулировании, будем так говорить. Как чаще всего обманывают потребителя? Как вводят в заблуждение в интернете? Ну, основное – это заказываешь один товар, приходит совсем другой. Это основное. Или вообще ничего не приходит. Если нет какой-то информации о продавце, нет доказательств, то дела плохи, можно… Бывают случаи, когда люди не возвращают свои деньги. Либо заказываем одно, приходит не совсем то, что мы заказывали. Не тот оттенок, не тот цвет, не та цветопередача, не та комплектация. Все это является основанием для возврата, но вот здесь в силу того, что это онлайн-торговля, продавец не рядом, и бывает сложно до них просто достучаться и выйти на связь с ним. Иногда это просто невозможно сделать. Цена. Например, ты видишь одну цену, но она не учитывает… Ну, собственно, ты на нее покупаешься, какая низкая, но она не учитывает платную доставку, которая может оказаться выше стоимости товара. В итоге ты платишь больше. Это обман потребителя или все-таки нет? Потому что в конце концов ты цену-то, видишь, готовую, и у тебя есть выбор – нажимать кнопку «оплатить» или не нажимать. Да, то есть все правильно, вот мы рассуждаем, да, всегда выбор, всегда решение за нами. Вот мы в большинстве с вами не читаем пользовательское соглашение о том, как… Очень длинное. Очень длинное, очень мелкий шрифт, очень большой объем, вот, но соглашаясь с этим пользовательским соглашением, мы принимаем условия площадки, на которой мы покупаем товар. И цена доставки – это одно из условий того договора, который мы заключаем в этот момент на сайте. И она… Бывают случаи, да, справедливо отмечено, о том, что цена доставки иногда больше цены товара. Вот, но здесь все зависит от товара и от продавца, который это реализует. Ведь не все будут покупать такой товар. Вот, то есть здесь тоже баланс должен быть. Интернет-площадка, интернет-площадки их сегодня много, не защищают нас от подделок. Опять же, последний год нам показывает, или там, может быть, чуть больше года, что некоторые из популярных площадок просто наводнены подделками. И даже если продавец уверяет тебе, что товар оригинальный, то в посылке может оказаться в лучшем случае хорошая копия. Здесь обман только тогда, когда ты не знал, что это подделка, и не хотел взять вот именно вот эту копию, потому что она как-то дорогая вещь, но подешевле. Ну, здесь всегда, да, тоже выбор. То есть человек, покупая на такой площадке, должен понимать, что он покупает, действительно, есть ли там официальный представитель, официальный магазин такого бренда, да, который он покупает. И в нашем случае тоже в законе есть статья, вообще есть положение, да, о защите прав в таком случае покупателей, о том, что все, что приобретается дистанционно, дистанционный способ продажи, когда мы непосредственно никак не контактируем с товаром, то есть это либо изображение, либо буклет, у потребителя всегда есть право отказаться от такого товара в течение 7 дней с момента, когда он получил. Если он не получил, в любой срок может оказаться. Также в законе указано, если не разъяснено порядок обмена возврата, то этот срок увеличится до 3 месяцев. И вот это вот выступает таким хорошим механизмом по возврату товара, который, в принципе, мы заказали дистанционно, и в итоге оказалось не то, что нам надо, да. Конечно, подделки есть, они всегда были, до сих пор их количество тока увеличивается, но здесь есть механизм противодействия, совершенно законный, то есть, да, пришел товар, не то, что мы ждали, но у нас есть такое право отказаться от него и, в принципе, защитить наше право. Что делать, если в посылке совсем не то, что ты заказывал? И тут, насколько я понимаю, ситуации-то ведь две. А, ты понимаешь это в пункте выдачи, на почте, или ты понимаешь это уже дома? Да, ситуации две и два пути решения абсолютно разные, с абсолютно разными результатами. То есть, если мы это понимаем дома, то здесь надо надеяться только на лояльность той площадки, где мы это покупаем, как долго она функционирует. Вначале есть возможность сдать, там иногда бывают, покрывают риски, да, расходы и доходы. Вот, но в большинстве случаев идет отказ, потому что как доказать, да, что там не то, что мы заказывали. Если мы покупаем и забираем товар в пункте выдачи, вот, либо на почте, то сейчас все пункты выдачи, одно из требований, это камеры, которые в покупательской зоне, да, на столе, осмотр товара, все направленные на потребителя, вот, и, соответственно, есть возможность распаковать товар под камеру. Вот, и здесь уже это одно из, единственное, одно из главных доказательств того, что пришло вообще не то, что мы заказывали, либо там вообще нет товара. Вот, если же это мы не делаем, нарушаем вот это правило, которое, в принципе, каждый для себя должен установить и выстроить, да, что если мы забираем товар какой-то дорогой, который нам действительно важен, вот, чтобы не возникло таких проблем, которые потом очень сложно решить, доказать о том, что в коробке не то, что мы заказывали, и вообще там нет, надо вскрывать товар на пункте приема или выдачи заказа. До винтика, грубо говоря, ну, до деталей, чтобы все было видно, что пришло, и вдруг чего-то недоположили. До комплектации, которая указана в описании, то есть, чтобы был полный комплект. Ваш совет делать так всегда? Это делать нужно, да, чтобы не возникло спорных ситуаций потом, и сберечь и время, и нервы, вот, и желательно, да, всегда. Та история с бревном, с поленом, простите, которую я упомянул в самом начале, это реальный случай? Это реальный случай, да, есть фотографии такой ситуации, да, когда человек просто не забрал, забрал коробку, но просто не проверил. Либо это был подарок, либо время, да, поспешил, вот, то есть, даже бывают случаи, когда человек проверяет в примерочной, ему не дают шансов на возврат, потому что в примерочной нет камеры. Человек забрал коробку с товаром, который он заказывал, распаковав дом, увидел там не товар, а пилок бревна, как вы сказали в самом начале. Не элитного дерева, да, обыкновенного? Я думаю, там... Совсем не эквивалентный. Я думаю, он был сухостой. Сочувствуем, я так понимаю. Да. У практики уже солидный судебный опыт защиты прав потребителей, знаю, что к вам одно время шли владимирцы с жалобами на сетевых юристов, не хочу их назвать вашими коллегами, те навязывали совершенно ненужные услуги. Но, как доказать, что здесь было нарушение? Ведь услуга, пускай и навязанная, оказана. Да, некачественные юридические услуги, навязанные юридические услуги, это большой пласт проблем, которые даже иногда сложно решить через суд. Где сплошь юристы? Где сплошь юристы, да. Даже судей, профессиональные юристы. То есть, вообще, позиция судов такая, и все ее знают, вот, ну, из судей, да. То есть, если услуга оказана, юридическая, ну, составление, там, любого документа, но по ней нет положительного результата, то есть, человек проиграл в итоге в суде, ему не вернули товар, претензии не сработало, да, не вернули неустойку, там, за передачу квартиры по долевому участию, да. Это не значит, что услуга оказана некачественной. То есть, недостижение положительного результата, это не является основанием для того, чтобы признать услугу некачественной. Вот. Здесь первоначально все отказывают. То есть, досудебно практически ничего не решается добровольно. В добровольном порядке ничего не возмещается. Вот. Все перетекает в суд. И для суда основная задача – это оценить, как действовал ответчик, в нашем случае – это вот юридическая фирма, да, то есть, они себя позиционируют, как профессионалы в области права. У них основной деятельность, основной вид деятельности – это деятельность в области права. Вот. Оценить, как они себя ведут на рынке. То есть, юридическая фирма. Вот. Тогда и требования к ним надо предъявлять, как к профессионалам. То есть, могли ли они знать, что сейчас неустойка не начисляется, да, за задержку передачи квартиры? Должны они были знать, потому что это требование закона, да, это указано в законе. Вот. Но в большинстве случаев, когда люди самостоятельно обращаются в суд, им отказывают в удовлетворении таких исков, потому что всегда идет акт о том, что претензий по качеству нету, услуга действительно оказана, документы вот они, то есть, человеку передали, они лежат на столе, вот, все написано, да, вопрос освещен, разобран. Вот. А вопрос необходимости составления этих документов и надо ли было идти таким путем, суд иногда не затрагивает, и человек иногда... То есть, тот момент, что юрист, к которому ты пошел, понимал, что успех, если не нулю равен, то, может быть, одному проценту, да, что... Вот об этом он не говорил своему потребителю, потребителю своей такой услуги. Да, да, конечно. Происходит как? Человек приходит, мне вот надо составить такую претензию. Человек попросил, заключили договор на составление такой претензии. К претензии еще вот надо заявление, говорят. Ну, и мне тоже такое заявление нужно. Человек составляет договор, все, то есть, получается договор, он исполнен, то есть, человек пришел с просьбой составить такой документ. Документ составлен, вопросов к другой стороне, к исполнителю нет. Иван, у вас своя горячая линия? У нас своя. Звонок на линии. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте, Иван и Илья. Я хочу вам описать ситуацию. Мы пришли в магазин, купили пачку шаломок картошки. На нем не было кода. Оказался брак. Я решил тайно отъезти домой. Я говорю, мама мне говорит, нас из магазина не выпустят. Мы посмотрели другую. Кот что-то был. Купили пакет нишних шипсов. Был пустой пакет без них. Мы решили его поменять, отдали назад. Взяли другой, был селый. Как сделать так, чтобы такое не повторялось? Спасибо. Иван, расслышали ли вы весь вопрос? Я, если честно, не расслышал, что вначале приобрели. Да, ну, в общем, какие-то, видимо, продукты питания. Продукты питания приобрели. Соломка, чипсы. Соломка, чипсы. Пакет был пустой? Да, что-то такое. Вот, Игорь, вы нас спросите, пожалуйста, мы не весь ваш вопрос расслышали. Ну, в целом, непонятная ситуация. Давайте тогда продолжим. Игорь, простите нас, пожалуйста. В лидерах по числу жалоб, и давно уже, годами, мебельщики, горе-мебельщики, установщики дверей, когда смотришь на ютубе, как они ставят двери, грустно. Не хочется с такими иметь дело. Халтурщиков по-прежнему достаточно? Есть ли возможность от них защититься? Их достаточно большое количество. И большая доля фирм, которые имеют красивую обертку, но они не выполняют договоры по поставке и изготовлению мебели, вообще, в принципе, до нуля. То есть не делают ничего. Но аванс забирают полностью. Так еще, опять же, иногда или нас просят, или мы, не глядя, подмахиваем акт сразу, акт приема-передачи. Вот это большая ошибка, да. Если сразу акт приема-передачи, то это практически... У нас хорошо таких случаев еще не было, но с этим практически ничего сделать не получится. То есть, тем более, если это все устанавливается в суде, когда другая сторона говорит, у меня есть акт, дает оригинал о том, что все исполнено, да. То есть, здесь вряд ли что получится сделать. В магазинах мы часто слышим, а вам нужен чек в последнее время? И, в общем, дефицит бумаги, да, но, кажется, он прошел, кто-то еще на него жалуется. И чек мы все равно выбросим, и часто в него не смотрим. И все же, нужно ли его брать? Вот. Сейчас, почему возник такой вопрос? В алгоритме кассы добавили. Выдавать чек или нет? То есть, кассир сейчас задает этот вопрос. Он не сам придумал этот вопрос, ему выдает программу. Если мы покупаем товар, который будет длительное время в использовании, если мы покупаем товар не для потребления вот здесь и сейчас, да, то есть, если это товар, который и стоимость для каждого индивидуальная стоимость, да, если она значительная для конкретного человека, то чек обязательно надо. Чек – это основной документ, вообще подтверждающий заключение договора купли-продажи, пусть вот такого без бумажного носителя, да, листа А4. Ну, вот чек – это основной документ, подтверждающий приобретение товара. Вот. Если у нас его нету, можем ссылаться на свидетельские показания, но это все увеличит время и не всегда эффективно. Закон допускает отсутствие чека, вот. Но это лишнее будет препятствие в последующем при возврате товара, при замене, при какой-то спорной ситуации. Ну, и когда акционная цена там не прошла, да, ты об этом и не узнаешь, наверное. Да, то есть, по акционным товарам, если у нас на кассе одна цена, цена на ценники совсем другая, то есть, должно быть все пробито по цене, которая указана на ценники. Вот эти все основания о том, что мы не успели изменить ценники, они не должны пользоваться, они пользуются популярностью, но это… По-моему, их просто не снимают. Да, просто не снимают, вот, или пишут у нас переоценка, вот, вообще хорошая. И сегодня, и завтра, и через год, да. Да, хорошее вообще такое основание. Вот, нет, товар должен быть продан по цене, которая указана на ценнике. Вот, и один такой, можно сказать, лайфхак. Так, если мы покупаем товар с гарантией 3 года, то чек желательно от ксирокопировать. Потому что? Потому что он выцветает, и он выцветает очень быстро. А если мы его храним в машине, это происходит буквально… Солушка нагрела машину? Да, то есть, ультрафиолет. А к ним требование такое, то есть, он действительно, то, что он выцветает, это нормально. Вот, это действительно требования, они, по всем требованиям они проходят, вот, но чек через 3 года, это будет пустая бумажка, ну, немножко грязная, да. То есть, здесь от ксирокопировали, и будет вообще замечательно, то есть, чек у нас никуда не денется. Иван, большое спасибо, что вы к нам сегодня зашли. Всего самого доброго, удачной практики. Спасибо. На сегодня у нас все, завтра вторник, и традиционная прямая линия, которую мы готовим вместе с Центром управления регионом. До встречи.